Здравствуйте! Обычно пляжный сезон я начинаю 1 мая. Я уже купаюсь, я уже плаваю, особенно когда я жила в Одессе. В этом году у меня так не получилось. Еще вот 1 мая, 2-е, 3-е было будто бы тепло, солнечные дни такие стояли. А потом началась непогода, дождик, прохладно, прохладно. И вот сегодня уже, точно даже не скажу какое число, 20 мая, 22-е, ну вообще бабушка на пенсию даже не знает какие числа. И вот это первый день, когда я вышла именно на пляж. Значит я хочу сегодня даже, наверное, буду купаться, хотя вода довольно холодная. И с чем я пришла, я на речке, я не на море сегодня. С чем я пришла? Видите, я взяла воду, это чистая вода. Это я такую штуку приделала просто, зачем-то, да. И вот здесь в кулечке у меня соль. Зачем я все это беру, когда иду и купаюсь в пресной воде. Затем я делаю соленую водичку. Я искупалась, наношу вот эту соленую водичку себе на тело, вот так вот, полностью, и я загораю. Ну, во-первых, это какой-то антисептик, правильно? Во-вторых, а может даже тоже, во-первых, это приличный загар. Загар типа, будто бы я лежу на солнечном берегу в Одессе, или на другом пляже, да, где вода соленая. Эффект, я вам скажу, стопроцентно. И если так вот походить, ну я, то белокожая, да, то мне нужно обходить две недели. И за две недели у меня будет действительно такой бронзовый, ровненький, хороший загар. Так что я рекомендую. Значит, немножечко соли, немножечко воды, пол-литра воды, и на этих пол-литра можно чайную ложку положить, можно столовую, можно две столовые. Я кладу две-три столовые, такую делаю, хороший-хороший, крепкий соленый раствор, перенасыщенный соленый раствор. Вот, во-первых, это какие-то есть прищики, какие-то есть там царапинки. Ну, вот я так уже много-много-много лет так делаю. И советую вам, если вы не боитесь соленой водички, да, это и скраб, это вообще-то очень хорошо. И выгорает, если у кого-то там на спине есть какие-то неприятные прыщи, да, то они быстрее будут заживать. Ну, тут, видите, я не взяла ложечку, и мне неудобно одной рукой это все насыпать, но вы поняли. Значит, вода, соль, и солью я, конечно, пользуюсь не только на кухне, я пользуюсь и для оздоровления организма. Если у меня болят суставы, я делаю компрессы из соли обязательно, и мне помогает. Я думаю, что и вам поможет, если у вас болят суставы. Особенно вот у меня болел голеностопный сустав, я просто не могла ходить. Вот это соленые ванночки и солевые компрессы. Ну, компрессы здесь нужно брать там тряпочку или какой-то ветошь, обязательно, конечно, бумагу овощеную или компрессную бумагу, или кулек просто обычный, пакет полиэтиленовый, и таким образом, вот я, допустим, себе всегда-всегда помогаю. Допустим, у меня болит горло, это полоскания, солевые полоскания. Первое, что я делаю, особенно у кого есть миндалины и гнойные пробки, солевые полоскания очень-очень хорошо. Потом насморк, да, вот физраствор вы покупаете в аптеке, но можно сделать слабый такой раствор, опять-таки взять чайную ложку на стакан теплой водички, и пусть, конечно, эта соль растворится, и можно хорошенечко закапывать просто нос, промывать нос, и очень быстро проходит насморк. То есть соль я применяю очень-очень так это широко. Потом, допустим, даже дома в ванную, да, принимаю, но я в ванную редко принимаю, только душ принимаю, потому что сердечко барахлит. Но тоже можно же сделать такой приятный, вот кто ходит в сауны и другие места, они берут что, мед с собой, да, и берут соль, и делают такой скрабик, такой компрессик, такую маску на все тело. После этого наносишь, ну я наношу там минут 10, потому что там больше ты же не выседешь, да, ну 5 даже минут, это тоже достаточно. Потом это все смываю, и действительно тело становится такое приятное на ощупь, и чистое тело. И потом, для того, чтобы мы, бабушки, сохранили свою кожу, да, в более таком хорошем состоянии, чтобы она была такая подтянутая, то нужно принимать вот эти вот солевые, даже в ванной можно, кто может принимать, наверное, все тело, морская соль особенно. Она не очень дорого стоит, и эти можно, конечно, пользоваться. Но что нам еще осталось? Хотя бы сделать себе такие маленькие-маленькие приятности. Но я в данном случае взяла обычную столовую соль, сейчас я ее разведу, и мы сегодня будем до часиков 12 сидеть. До 12, наверное, мы не будем, до 10 точно, или хотя бы до 11, потому что сейчас 9 часов утра, видите. А может быть недельку мы так позагораем и посмотрим на эффект? Можем быть, может быть, может быть, на эффект посмотрим. Я загораю за неделькой, думаю, что я загорю. Но это же мне надо ежедневно ходить на пляж. Ну так цель? Цель, да, цель поставили, ну это хорошо. Я такую цель поставил через неделю, ой, хорошо, хорошо, хорошо. Ну, хорошо, я согласна. Это была бы такая хорошая погода. Условие одно. Погода, не болела голова. Ну вот, и будем загорать с удовольствием. Я беру всех внучат своих. И будет тоже у меня с красивым таким морским загаром. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.